Тюнинг Ательян Если вы не поняли, то это был закамуфлированный сарказм от Ильи, потому что Илья прекрасно знает то, что я не люблю оффроуд, ну точнее отношусь к нему просто холодно У тебя есть отличная сегодня возможность приобщиться к этой теме, не все ж тебе чиркать днищем асфальт Как думаешь, Кирилл, почему так популярен в России оффроуд тюнинг и такое количество заряженных внедорожников на улицах? Да ответ лежит на поверхности, потому что дорог у нас хороших мало, зато бездорожья полно, правда? Правда, поэтому сейчас на рынке большое количество тюнинг решений для полноприводной техники Яркий тому пример вот этот вот пикап Nissan Navara, с которым, Кирилл, тебе придется сегодня познакомить наших зрителей Два вопроса, почему я и почему машина вся в наклейке? Прыгай за руль, потом расскажу Так, ну чего, давай в путь? Поехали Отвечай на мои два вопроса, почему я за руль? Ну ты же на стоковой наваре ездил? Ездил Вот, тебе как раз сравнить интересно Хорошо, второй вопрос, почему машина вся в наклейках? Мы в том году на этой машине проехали шелковый путь по дорогам Ассистанс Надо заметить, эта Navara отлично себя зарекомендовала Ладно, я, пожалуй, отправлюсь к тем людям, кто это чудо построил А ты, я, кстати, кое-что забыл Ты в самом начале программы не рассказал нашим зрителям последние новости из мира тюнинга У меня есть кое-что покруче Я сейчас отправлюсь на международное мотор-шоу в Женеве И расскажу, что же нового и интересного привезли туда тюнеры Останови, пожалуйста, вот здесь, вот прямо в Женеве Вы здесь? Да, да, вот прямо здесь Все, а в окей Давай, пойдем сюда До свидания Здесь, в Женеве, представлены практически все крупные игроки тюнинг-индустрии старого цвета И большинство новинок на этом фронте отличаются от своих серийных вариантов лишь стайлингом Например, вот этот Land Rover Defender, над которым потрудились тюнеры из компании Cachan Пока эта машина отличается от прототипа только внешне и переделан интерьер Но со временем они обещают оснастить эту машину 500-сильным V8 Кроме Defender на стенде британской компании красовался новый Range Rover С перешитым интерьером и выразительным обвесом Новый Range в почете у тюнеров Свои вариации на тему доработок внедорожника показали и специалисты компании StarTech А вот известная компания АПТ привезла в Женеву бескомпромиссную версию универсала Audi RS6 Avant Немцы увеличили отдачу 4-литровой восьмерки на 170 лошадиных сил С 560 до 730 лошадок Крутящий момент возрос до 920 ньютон на метр Доработки двигателя позволяют этому черному универсалу ускоряться до 100 км в час за 3,3 секунды На стенде Брабус засилие невероятных черных мерседесов Здесь ответ и тюнерам из АПТ Брабус 850 на базе универсала Е63 АМГ Мощность доведенного до ума двигателя в названии Под капотом мотор с отдачей 850 лошадиных сил По соседству шестиколесный монстр Брабус 700 и 850-сильная версия Mercedes-Benz S-класса А вот тюнеры из ателье Карлсон решили заработать флагман из Штутгарта в другом ключе Вместо модернизации двигателя они сосредоточились на декоре Седан покрыли золотом 985-й пробы Не только кузов, но и 250 элементов интерьера Цена порядка 400 тысяч евро Всего специалисты Карлсон изготовят 25 позолоченных мерседесов S-класса Пока Илья в Женеве разглядывал новинки от тюнеров, сверкающие под яркими софитами Я решил прокатиться на подготовленной наваре по тем местам Которые в обычной повседневной автомобильной жизни посещаю не так часто И сразу же с первых километров, проведенных за рулем Я прочувствовал всем телом инженерные изменения, внесенные в наш пикат Подвеска стала более жесткой При этом все неровности она проглатывает Работая далеко не на пределе своих возможностей Гражданская навара, разумеется, тоже с легкостью преодолела бы выбранный мною маршрут Но вот справиться с суровыми условиями, встречавшимися Ильге на ралли-рейде «Шелковый путь» Было бы уже сложнее То есть по своей сути владелец машины получил универсальный автомобиль На котором можно не только смело изучать ландшафты нашей необъятной Но и ежедневно передвигаться по городу, как на обычном гражданском автомобиле Но это все так, лирика и мои личные ощущения Приправленные необъяснимой уверенностью в широких возможностях этого пикапа Может быть на меня так воздействует россыпь спонсорских наклеек, размещенных на кузове автомобиля В любом случае, я решил поговорить с профессионалами, которые и подготавливали этот автомобиль Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Знакомый автомобиль? Да, знакомый автомобиль Скажите, пожалуйста, вот Ниссан Навара – это машина, которая изначально славится неплохими вездеходными качествами А какая стояла перед Вами задача при строительстве именно этой Навары? Задача стояла очень простая То есть в данном конкретном случае человек хотел подготовить эту машину для своих целей и задач А именно для длительных поездок дальних с учетом такого более-менее экстремального бездорожья Ну, в первую очередь, я бы, наверное, стал говорить про подвеску Потому что с этого начинается строительство любого автомобиля То есть, скажем так, это вот лежит в основе Вот Значит, на этой машине установлена подвеска Компании АРБ Это Oldman Emo Соответственно, с учетом То есть, эта подвеска, значит, дает этому автомобилю Поднимает эту машинку небольшой лифт, 2 дюйма Вот И, соответственно, она идет с учетом дополнительных нагрузок Которые возникают на этой машине при установке доп. оборудования Либо какого-то там перемещения каких-либо грузов в кузове На этом автомобиле, значит, передние пружины установлены с нагрузкой дополнительной от 75 до 100 кг Соответственно, компенсирующие установленный бампер с лебедкой А задние рессоры с нагрузкой плюс 200 кг уже по желанию клиента Под загрузкой этого автомобиля Воздухозаборник в данном случае выведен наружу и, соответственно, в крайнюю верхнюю точку То есть, сделано это в первую очередь для того, чтобы меньше грязи и пыли попадало в двигатель И второй положительный момент при установке этого шноркеля в том, что мы теперь безбоязненно можем преодолевать какие-нибудь там небольшие броды А под капотом была проведена какая-то работа? Или здесь стоит штатный двигатель без вмешательства в вашем? Абсолютно штатный двигатель Единственное, что сюда поставили, это поставили чип А для чего? Чип дает прирост мощности 10-15% То есть, в данном случае это полезно, потому что на эту машину были установлены колеса большего диаметра на один дюйм Соответственно, большие колеса, они дают больше нагрузки, поэтому, чтобы это компенсировать, поставили чип А защищено как-то днище этого автомобиля? Безусловно, безусловно, конечно же, защищено Значит, на этой машине стоит защита, комплексная защита днища от компании АРБ Которая позволяет защитить и передний редуктор, и двигатель, и коробку, и раздатку Для меня стало открытием то, что все компоненты, установленные на Навару, это ни в коем случае не хендмейт И даже не какие-то универсальные решения Каждая деталь разрабатывалась непосредственно под автомобиль этого модельного года и модификации То есть австралийская фирма, разрабатывающая комплектующие для внедорожного тюнинга Находясь в тесном сотрудничестве с автопроизводителями, получала от них новенькие автомобили И в рамках своего производства доводила машину до ума Именно поэтому неудивительно, что все установленное оборудование прошло необходимые сертификационные испытания И более того, в той же Австралии многие решения использует сам автопроизводитель для продвижения своего продукта То есть тот же Ниссан закупает детали у этой фирмы и предлагает их клиентам в качестве оригинального дополнительного оборудования Кстати, такому примеру следуют и другие автомобильные производители По меркам сильно увлеченных бездорожной тематикой людей, подготовку этой Навары можно оценить на твердую четверку Не стоит забывать, что автомобиль эксплуатируется каждый день в городе Более сложный проект с серьезным инженерным вмешательством мог бы привести к тому, что ежедневные поездки в рамках мегапонта Стали бы доставлять владельцу определенный дискомфорт Но даже такое техническое вмешательство в пикап встало владельцу в копеечку Но, как и в любом виде тюнинга, здесь нет предела совершенству Ведь нередки случаи, когда владелец, стремящийся улучшить свой автомобиль, теряет чувство реальности И в конечном итоге, лишь на одни тюнинг-компоненты он тратит больше денег, чем стоил автомобиль изначально На этом на сегодня все, остается нам только попрощаться Продолжайте смотреть программу Тюнинг Ателье, вас ждет еще очень много интересного Ну и в завершении наша традиционная рубрика без комментариев Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА